Привет, Кирилл! Привет, Рита! Поздравляю тебя с окончанием детского сада! Ты уже совсем взрослый! Спасибо! А я тебя хочу поздравить с окончанием учебного года! Спасибо! Чем в каникулы будешь заниматься? Куда поедешь? Я сейчас хожу в пришкольный лагерь, потом поеду к бабушке в деревню. А когда родители уйдут в отпуск, мы поедем на юг. А я собираюсь поехать к бабушке на дачу. Там такая природа красивая и лес рядом, а в нем птички и зверюшки. Здорово! Я как раз нашла замечательный диафильм. Кто как лето проводит. Знаю, что ты природу и животных любишь. Ого! Включай скорей! Включаю волшебный фонарь! Скребицкий! Кто как лето проводит? Пришло жаркое лето. Все живое радуется теплу и свету. С утра до вечера хлопотливые пчелы запасают в ульях душистый мед. Да, вкусный мед у пчелок. А загляните-ка на берег реки или пруда. Лягушки сидят и греются на солнышке. Они будто уснули, но стоит только пролететь мимо комару, бабочки или мухи. Убавлазый охотник подпрыгнет и схватит добычу. Я видела лягушку. Она так громко квакала. Лето. Самая хлопотливая пора в жизни животных. Пора устройства гнезд. Осторожно! Не подходите близко. Это осиное гнездо. Осы больно кусаются. Да, от пчел надо держаться подальше. Гнезда можно увидеть не только в лесу и в поле, но даже в воде. Такое подводное гнездышко свела рыба Колюшка. В нем самка отложит икру, а самец будет гнездо охранять. Я не знал, что рыбы тоже гнезда делают. А это гнездо водяное птицы лысухи. Оно устроено на плавучем островке. Натаскает на такой островок лысуха сухих ветвей камыша и устроит гнездо. Трудно подобраться к нему, хищному зверю. Среди птиц есть и крылатые землекопы, ласточки-береговушки. Выкапывают в крутом берегу глубокие норки и устраивают там свои гнезда. Те птицы, которые вьют гнезды на кустах и деревьях, искусные мастера. Сгляните на гнездо и волки. Оно похоже на корзиночку, подвешенную в развилке сучка. Интересно. Но самый искусный мастер – синица ремес. Ее висящее гнездышко свитое из растительных волокон и похоже на рукавичку. Какое необычное гнездо. Вьют гнезда не только птицы, но и некоторые зверки. Белка – неплохой мастер своего дела. Ее гнездо, хотя снаружи некрасиво, но зато удобно. Мельчатам в нем тепло и уютно. А я думал, что белки в дупле живут. А это гнездышко свел на высоких стебельках травы один из самых крохотных зверьков – мышь-малютка. В старом парке с утра до ночи слышится громкий писк. Есть! 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 Это кричат в гнездах черные игрочата. Есть! 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 Вторит им скворчатам, высовывая головки из дупла. А у нас скворечник около дома. В нем каждое лето живут скворцы. И птенцы ласточек тоже тянут головки из своего гнездышка. Птицы-родители едва успевают приносить им добычу. А какие гнезда я видел! А этим крючконосым малышам нужна совсем другая еда. Отец-орел принес им на обед целого зайца. Вот это обжоры! У одних птиц птенцы вылупляются из гнезда голыми и беспомощными. Других появляются в пуху и могут сразу же бегать, клевать червячков, букашек и прятаться от врагов. Этим тетеревятам только пять или шесть дней. Какие они маленькие! Детерке матери не нужно кормить птенцов, зато ей приходится оберегать их от врагов. Вот она насторожилась и предостерегающаяся кокола. По полянке бежит лисица. Вот-вот она учует тетеревят, всех переловит и съест. Но мать-тетерка с шумом взлетает перед самым носом хищника. Летит и вновь упадет в траву, будто дальше лететь не может. Хочет ее лисице схватить, а тетерка увертывается. Так и отведет врага от тетеревят. Молодец! Защищает своих птенцов! Много гнезд чаек виднеется на открытом островке. Кажется, совсем легко ястребу поймать детеныша чайки. Но вот что случится, если крылатый хищник неосторожно приблизится к гнездовой колонии. Тут уж не за поживо. Только бы самому убраться. Все птенцы как птенцы. А этот какой-то гигант еле-еле один в гнезде уместился. Вот это да! Какой огромный! Кормит матрица гуской великана птенца и не знает, что вывелся он из яйца, которое подложила ей в гнездо кукушка. Других птенцов кукушонок из гнезда повыкинул, поэтому один и остался. Да еще и хулиган! Хлопочет о детях не одни птицам. Попробуй-ка, накорми такую семейку. Мать и отец только и знают, что ловят лисятам разных зверьков и птиц. Только они заняты поиском еды для лисят. Барсюки частенько устраивают своим малышам солнечные ванны. Пускай погреются. Как здорово развалились! Белка тоже заботливая мамаша. Если кто-нибудь потревожит бельчат в гнезде, она тут же перетащит их в другое гнездо. Запасное! Молодец! Привольно живется бобрям в тихой лесной речке. Вот какое толстое дерево сейчас подгрызут и свалят бобры. Коров едят, а из сучьев и веток построят хатку на островке. Целый день бобрята в хатке сидят. Но как только наступают сумерки, вылезают из нее и купаются в речке. Круто! Чтобы спастись от врагов, одни зверьки в нору прячутся, другие в траве хоронятся. А вот у ежика защита всегда при себе. Свернется в колючий шарик? Попробуй, укуси-ка его. Молодец! На отплутовке лисы не всегда и этим спасешься. Беда, если поблизости есть ручей или лужица. Лисица закатит туда и жжа. В воде-то он обязательно взвернется. Тут-то его лиса и схватит. Хитрая плутовка! Хорошо в летний день набрести в лесу на ягодное местечко. Это точно! Потом неплохо и покупаться в прохладной воде. Какие мишки хорошенькие! Кончается жаркий солнечный день, на землю спускаются сумерки, ссыпают дневные птицы. Вот задремал гнезда орел. Чутко дремлет в траве под кустом тетерка, а тетеревят она подобрала под себя. Тепло им в мягком материнском пуху. Наступает ночь. Одни животные засыпают, а другие только просыпаются. Пробудился в дупле ушастый эфирин. Берегитесь, звери, ночной охотник проснулся. Берегитесь, ночного хищника, зайца и разные птицы. За ночь нужно филину и самому наесться, и филинятам еду добыть. Вот это размах крыльев! В летнюю ночь не спят и другие животные. Степная жаба выбралась у своей ноки и отправляется на охоту за гусеницами и слизняками. А я думал, что жабы днем не спят. Хорошая пора, лето. Только уж очень быстро оно пролетает. Не успели оглянуться, как наступил последний летний месяц, август. В норах подросли зверята. И крылатые малыши тоже выросли, оперились и научились летать. Вот и лету конец. А с ним вместе кончаются у животных хлопоты о малышах. Но появляются другие заботы. Надо готовиться к долгой холодной зиме. А у нас еще все лето впереди. Спасибо, Рита, за такой познавательный диафильм. Много интересного я узнала. Пожалуйста, мне и само интересно было. Ну что, отдохнем в каникулы. Ну и книжки надо читать, чтобы ничего не забыть. Да, и целый список книг нужно прочитать за лето. Пора прощаться. Пока, Кирилл. Увидимся в сентябре. Пока, Рита. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова